То есть мы с вами видели, что настала сплошная черная полоса у Лота. Я верю, что вы это читали, вы это помните. Но мы видим, что Лот, он когда возвел очи, он увидел эту прекрасную окрестность, плодородную и перспективную землю, где он понимал, что это долина зеленая, орошаемая, которая принесет ему много плода и скот, и его имущество будет возрастать и так далее. То есть чего он хотел. Ну и, безусловно, то, что мы видим, в этой земле жили еще какие-то другие люди. Жили люди с развращенной моралью. И несмотря на то, что его глаза увидели, то, что он захотел, он все-таки принял решение. Написано, он раскинул шатры свои до Содома, а жители Содомские были злые и весьма грешные перед Господом. То есть он решил все же жить бок о бок с грешными этими людьми. Ну и в результате, что произошло с Лотом? В результате, в 14 главе, когда мы читаем дальше все события, не будем их перечитывать, Лот оказался в плену. То есть враги Лотова, они... То есть там была война с царями, и мы видим, что Аврам его освобождает. И несмотря на то, что он видел, безусловно, ошибки Лота, Аврам, как все-таки любящий отец, который нервандушен к своим детям, он вступается на защиту, он освобождает Лот. После этого мы видим, что написано, что Лот, он каждый день мучился вообще среди этого развращенного рода, среди этого разрада, который был в Содоме и Гаморе. И в 19 главе мы видим, что есть угрозы Лоту и его семье от Содомлян, которые пришли к нему домой, чтобы выдать посланников Божьих, помните, да? Дальше мы видим, что жена Лотова, она превратилась в соляной столб. На всякий случай, жена слава мужа, да? Помните? А жена у него из-за того, что повернулась, если бы не молитва Аврама, если бы не прошение Аврама, то и Лот бы, безусловно, был бы наказан. Вот. Ну и вся семья. Ну и самое, конечно, печальное, то, что произошло с дочерьми Лота. С дочерьми Лота, потому что, то есть, то, что я с вами говорил, мы увидели, что нам очень важно поднимать взаимоотношения и такую тему вообще отцовства и сыновства. Мы завтра немножко об этом тоже вначале начнем, но у нас есть в этом отношении как и ошибки, так и есть уже хорошие такие победы, вот, потому что дочери Лота, они не стали благословением для него, да? И хотя Аврам, он как бы стал духовным отцом для Лота, но Лот, к сожалению, стал хорошим учеником и хорошим сыном. Вот. И в нашей общине тоже есть и сыновья, и которые, их немало, и я воспитывался без отца. Вот. И наши сыновья, они имеют матерей, тоже воспитываются без отца. И, конечно, вот этот весь процесс, вот, что Бог им становится, конечно, становится, заменяет земного отца, но мы как духовные отцы, вот, как духовные, ну, служители, как духовные братья, мы, конечно же, можем становиться большим благословением для наших детей. И вы знаете, на этом, ну, наша часть, наша ответственность. Поэтому Лот, он не смог, к сожалению, это для нас такой негативный пример, он не смог научить своих дочерей, как жить в Божьем благословении, как жить в Божьей защите, потому что он сам где-то пренебрёг этим, и его дочери, они были истинными воспитанницами Содома. То есть, и вы помните, что когда Лот, он, ну, напоили его до беспамятства, что то, что мы читаем в Писании, что девицы, они, дочери, поочерёдно переспали с ним, и в результате кровосмешения появились проклятые языческие народы, маовитяне и аммонитяне. И вы можете вспомнить, чем закончилась жизнь Лота. Лот закончил свою жизнь в пещере. И вы знаете, я задавал, ну, задавал как бы вопросы, а в то время Авраама Бог продолжал благословлять, потом родился Ицхак, да, и это дальше благословение переходило и дальше, и вот передалось сыну Исаака, передалось Иакову, ну, и так далее. И вы знаете, что то, что я начал размышлять, что произошло с Лотом, ну, как бы с одной стороны человек, он был такой праведный, да, человек, написано, что его праведная душа, она как бы мучилась, но вы знаете, что бывает в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что мы как бы считаемся как верующими, но всё-таки где-то есть что-то, что мы не до конца идём за Богом и пренебрегаем Божьим благословением, пренебрегаем Божьим советом, вот, и в результате мы терпим поражение, терпим ошибки. Потому что, ну, для меня, например, очень печальная история, которая произошла с Лотом, помните, в Писании написано, Бог не искушается злом, Якова 1.13, и сам никого не искушает, но каждый обольщается, увлекаясь собственной походью, да, и походь, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вот, поэтому могут в нашу жизнь приходить искушения, ну, такой пример, у нас есть одна семья, неплохая семья, и так они, как бы, прилепились к общине, сначала жена покаялась, потом муж покаялся, вот, и у них двое детей, им нужно было, безусловно, как-то кормить свою семью, они искали разные виды деятельности работы, где они могут работать, вот, чтобы какой-то иметь заработок, у них пока нет собственной квартиры, они снимают квартиру в Бердичеве, ну, и постоянно чувствуется, как бы, нехватка, нехватка денег, вот, и этот брат, муж, он своей жены, отец своих детей, он периодически менял то одну работу, то другую работу, ну, и как-то все не складывалось все время в таком каком-то, ну, неустройстве, вот, и я думаю, что мне нужно с ними сесть и серьезно поговорить, и я ему говорю, послушайте, а они ни в каком служении, вообще, ну, вот просто по субботам ходят на шабаты, и то бывают какие-то, находят причины такие, вот, что бывают и пропускают, не говоря уже там о внутренних служениях, ну, думаю, надо мне с ними поговорить, потому что в таком состоянии долго не могут находиться, вот, я ему говорю, послушай, вот, может быть, пора бы вам начинать служить, я сначала с мужем встретился, может быть, надо, чтобы ты подумал немножко о служении, ты не думал, ну, как бы он сразу, да, я же не могу, у меня работа, я занят, мне нужно детей кормить, знаете, ну, как бы, а кто за меня это будет делать, как бы, ну, вот, просто, вот, свое, своя нужда, и все, то есть, зацикли на себе, и, как бы, естественно, у него даже нету нормального, естественного положительного взгляда вообще на семью, на общину, на нужды каких-то других людей, и я вот это начал ломать, вот эту вот твердыню, мне говорю, послушай, ну, ты не можешь зацикливаться на себе, Бог знает твою нужду, знает твою нужду, вот, мне нужно было несколько раз ему об этом сказать, чтобы ему вдолбить, чтобы он понял, что Бог знает его нужду, что не все он решит своими силами, тем более ты сам пробуешь, у тебя не все же получается, вот, потому что, смотри, ты как белка в колесе, и этих денег не хватает, и вы квартиры меняете, и вы не можете как-то остановиться, и показываю, в то же время есть же другие примеры, я говорю, давай подумаем о служении, вот, и вот в процессе он начал как-то уже думать, вот, и я ему предложил, ну, давай, может быть, у нас на то время с молодежным служением там были такие трудности, и, как бы, нужен был человек, я, как бы, проводил время с молодежью, я, как бы, считался и молодежным пастором еще, ходил с ними на природу, ходил на какие-то уикенды в палатке, вот, там, брал, конечно, помощников, для всех сделался всем, ну, это, Павел для всех всех это как часть, не принимать это серьезно, вот, ну, я понимал, что на данный момент я могу, я должен, это моя ответственность, потому что ребята, дети, они нуждаются подростки, чтобы кто-то был, вот, я ему говорю, послушай, может быть, ты займешься молодежью, вот, а у него есть такие, как бы, склонности, такие, какие-то хорошие такие, он говорит, ну, давай попробуем, вы знаете, он взял это молодежное служение, ребята его полюбили, я ему, конечно, там помогал и давал разные там направления, темы, вот, он там уже сам потом больше брал инициативу, и как-то вот постепенно, по чуть-чуть оно начало как-то расти, вот, наше, скажем, молодежное служение или молодежная группа, вот, он уже с ними что-то планировал, там, на праздники еврейские уже, там, я смотрю, новые приходят, классно, вот, и смотрю, и как-то на работе у него более-менее нормально все устраивается, и ходит на служение, вот, а потом в какой-то момент, потом, ну, это, слава Богу, до поры до времени, до какого-то момента, вот, а потом в какой-то момент он мне жалуется, что моя жена, она там, ну, нуждается в том, а жена еще не в служении, вот, и жена как бы стала тормозом, вот, и он на это повелся, то есть, ну, пришли такие до, извините, до ужаса такие, ну, такие желания мамы, вот, по отношению к своим детям, ну, это хорошее желание, ну, просто какая-то такая ограниченная саможалость, вот, у моей, у моей доченьки я не могу, у меня нету денег купить ей мороженое, и мне ее так стало жалко, знаете, вот это такой какой-то унылый, такой пораженческий дух, вот, как бы, мы потом встречаемся, послушай, ну, сегодня нету, ну, так, ну, ничего, завтра будет, все равно же муж стал в служении, посмотри, все равно вы как-то стали больше общаться с людьми, а вот это вот старое, вот эта зацикленность на себе, жало себе, что у меня еще нет, как бы, того, что у всех, хотя, как бы, кушать у них нормально все есть, ну, вот, какой-то момент, знаете, там, другое время, может быть, можно купить дочке ей пять порций мороженое, ну, вот, именно в этот момент, вот, и многие такие примеры, и муж на это повелся, муж на это повелся, что не хватает того, плюс вот это давление, что нет своей квартиры, сколько мы можем скитаться, а я ему говорил, послушай, ну, надо постепенно, нужно поэтапно, нужно доверять Богу, вот, как бы, говорю, кто его знает, если у вас была своя квартира сейчас, где бы вы сейчас были, может, вы показали бы Богу руку, вот, и общение, и все, и так далее, или бы в этой квартире ремонт делали всю свою жизнь, и ты бы поехал на заработки, и все, не было бы ни служения, ни семьи, ни кого, кто знает, и он, как бы, начал думать, но, тем не менее, он пошел, как бы, на то, что начало, это, как духман, знаете, который начал поражать семью, и все, я смотрю, что постепенно служение начало увядать молодежное, он начал где-то его пропускать, я с ним встречаюсь, и он говорит, пастор, я бы, я, наверное, возвращаюсь на свою старую работу, потому что повторяет слова своей жены, что у дочки, у нас не было денег дочке купить мороженое, нам стало ее жалко, вот, нету того десятого, третьего, вот, как бы, я сотрю, а это же, как бы, все есть, но просто им хочется это в какой-то, ну, или больше, или в другой форме, ну, какая-то такая причина, вот, я говорю, что, ну, и оставляет служение, я ухожу со служения, ну, понятно, Бог не оставит этих детей, Бог не оставит этих подростков, эту молодежь, я все-таки есть, на мне ответственность, будем искать что-то других людей, вот, сестер буду просить, чтобы девочкам помогали, служили им и так далее, потому что же много без отцов, и воспитание такое, поэтому они растут, им нужно вложить это, чтобы направить куда-то, чтобы они как-то состоялись, потому что легко очень уйти, вот, и он возвращается на свою прежнюю работу, а прежняя работа у него быть проводником в поездах, такая работа, с одной стороны, вы понимаете, то есть всегда можно брать взятки, всегда можно брать деньги, всегда можно перевозить какой-то груз, и тебе за это платят деньги, где-то можно на таможне что-то скрывать, а он ездил Киев-Москва, Москва-Киев, ну, и другие такие рейсы, да, то есть вы понимаете, сразу и поле для обогащения, вот, говорю, ну, давай пробуй, давай пробуй, вот, как бы, все равно я тебя, ну, как бы, люблю, будем заботиться там о твоих детях, вот, а мы старались, когда у них были такие раньше какие-то трудности серьезные, то есть старались поделиться там продуктами и так далее, все равно будем заботиться, ну, давай, не сильно на него я наезжал, не сильно я его критиковал, вот, думаю, человеку надо попробовать, человек надо, чтобы попробовал, прежде чем к нему применять какие-то такие меры, вот, нужно, чтобы человек что-то попробовал, вы понимаете, это всегда действует, это всегда действует, вот, и он восстановился на этой работе, вот, и начал ездить, он такой был достаточно аккуратный, опрятный, как бы, с одной стороны, любил это дело, он всегда гладил свою форму железнодорожную, вот, и ездил в эти поездки, ну, и понятно стало, что я же подробно не расспрашивал за каждую поездку, сколько он заработал, или там, какая была поездка, единственное, что он мне рассказывал, что как бы хорошо, вот, я смотрю, что там новые вещи появились в семье, жена это увидела, ну, класс, хорошо, да, мороженого теперь много, вот, он мне рассказывает, с кем он там в поездами встречается, потому что Киев-Москва, ну, как бы, там много таких разных людей известных ездит, ну, хорошо, тоже же интересная жизнь, вот, а про служение, смотрю, молчит, ну, и понятно, если он раз в месяц на субботу на служениях был, то это было хорошо, потому что график такой был, что были постоянные поездки, а жена, естественно, с двумя детьми, она вообще не ходила на служение, вот, вот, это как-то она поддерживала с кем-то связь и так далее, ну, выпала вообще семья, вот, и потом, потом, по мере того, как он начал, вот, работать на этой работе, жена, она начала звонить моей Фаине и говорить, у нас начинаются проблемы, то, что было раньше, начинаются такие серьезные проблемы взаимоотношения с моим мужем, мы начали ссориться, мы начали ругаться еще больше, вот, и я боялась вам об этом говорить, я понимала, что это неправильно, она уже делает выводы, несмотря на то, что у нас, как бы, деньги появились, вот, но я смотрю, что он стал другой, он стал там выпивать, он мне стал рассказывать о том, что у них происходит на работе, ну, и вот в результате, там, когда меняли министра транспорта, если вы помните, как его фамилия, Нака, Кирпа, вот, там просто делали такую ревизию и чистку, и он туда попал, наш этот брат, и попал так, что просто там, ну, серьезно за это дело взялись, его не то, что воняли, то есть ему грозил очень серьезный штраф или тюрьма, то есть он был замечен, то есть это вычислили в каких-то неправильных, вот, всех этих передвижениях, вот, и так далее, там, и начальник поезда, и все, вот, ну, известно коррупция же на Украине, да, пока еще, поэтому это такое зло, конечно, как его искоренить, поразило просто всю экономику Украины, все структуры, куда не посмотришь, да, в общем, и вот он в таком состоянии, представьте, реально, то есть, а где ему взять деньги, денег он откупиться не может, ну, и просто приходит ко мне, говорит, Ребе, ну, я вижу, весь раздраженный, весь злой гонит на тех, начальника, то есть уже же ничего не видит, ни доброго, ни хорошего, ни благодарности, все, все плохие, вот, и понимает, что он просто в торбу попал, вот он ко мне приходит, пастор, я обращался уже к адвокатам, пастор, я обращался уже к тем, вот, они там влезли, там они в это дело, начали платить деньги адвокату, адвокат оказался тоже такой подкупной, хотел еще больше денег, ну, в общем, залезли в такое, извините за выражение, дерьмо, вот, и только через время он вспомнил, что есть все-таки пастор, и нужно к нему обратиться, вот он ко мне обращается вот в таком вот состоянии положений, и говорит, что мне делать, я говорю, надо, чтобы ты мне все честно рассказал, то есть я, безусловно, соглашаюсь ему помочь, вот, потому что человек действительно в беде, и все-таки еще же брат, вот, и соглашаюсь ему помочь, вникаю в эту ситуацию, здесь он молодец, он мне практически все рассказывает, и вот представьте, мы вот это начинаем, и плюс жена подключилась, в это дело все ввязывается, вот, и встречаться и с этими адвокатами, вот, потому что там это коснулось уже ихних родных и близких, у него там родственники, у нее родственники, и это все же вот так замешано, и не знает, что делать, и плачут, и так далее, вот, поэтому нам нужно было эту ситуацию разгребать, полностью разгребать, мы себе посвятили этому, вот, и знаете, начали молиться, мы сказали определенным людям в общении, чтобы за это дело молились, не всем, потому что, ну, не для всех полезна на тот момент была эта история, вот, с ее подробностями, но часть людей начала молиться, вот, они начали постепенно делать правильные шаги по каждому шагу, по каждому выезду там в Киев, куда их вызывали на какие-то там допросы, вот, ну, то, что они должны были засвидетельствовать, там, рассказать, вот, то есть, по всем этим вопросам мы им давали советы, каждый шаг, вот, плюс молитва, плюс их неоткрытость и честность, вот, постепенно эта ситуация начала разруливаться, вот, и так получилось, что просто он очень хорошо отделался, это дело закрыли, он не заплатил ни одной копейки, вообще ни одной копейки, вот, он заплатил только адвокату, когда к нему обращался, но когда начал обращаться к нам, он уже никому не платил, и просто это дело закрыли, вот, и он оттуда уволился, уволился, и, то есть, для него это был действительно такой хороший урок, и вот сейчас он восстановился, восстановилась его жена, вот, они сейчас уже работают в Бердичеве, вот, постепенно входят в служение, вот, у них старший сын, двое детей, дочка и сын, старший сын, он был в проблемах в этот весь период, уехал в Винницу, в другой город, ездил в Крым, в Крым, на эти Казантипы, возле Евпатории, в этот движняк, ну, в общем, такой мальчик был тоже просто оторванный, и просто, ну, тяжелая была ситуация в своей семье, вот, и постепенно сейчас они начали восстанавливаться, вот, я его устроил на работу к нашему предпринимателю, он у него работает в команде, и очень благодарен, и благодарит, сын возвратился, сын сейчас постепенно начинает ходить в общину, жена тоже имеет свою работу, вот, начинает тоже служить Богу, вот, и вот это мы садимся и говорим, да, ты помнишь, как все было, ты помнишь вообще, то есть, человек сделал какие-то выводы, вот, поэтому мы стараемся, чтобы те люди, которые, ну, все, что связано с переменной мест, да, все, что связано с переменной работы, если как-то обстоятельства меняются, вот то, что мы видим у Лота, вот, он не посоветовался у Авраама, послушай, дядя, может быть, все-таки мне не стоит идти в эту землю, да, может, как ты, ну, посоветуй, потому что, может быть, я неправильно поступаю, нет, написано, он выбрал, увидел, да, взял и победил, но не победил, поэтому мы стараемся, чтобы и всегда говорить об этом людям, если вы до конца не уверены, что вы поступаете правильно, и вам нужно именно так поступить, но особенно, если это связано с переменной жительства, там, если вы хотите заработать деньги, уехать в какой-то другой город, другую страну, вот, пожалуйста, советуйтесь с нами, советуйтесь с нами, потому что у нас есть примеры, когда люди из-за того, что хотели заработать деньги, таких примеров, вы тоже, может, знаете, которые оставляли служение и уезжали на другую работу, и уезжали в другие города, или даже страны, они еще первое время как-то держались, как-то там держались с нами связи, как-то были в тех церквях или общинах, но постепенно они остывали, остывали, вот, и это все затягивало, и так далее, вы понимаете, поэтому очень важно, чтобы мы учили так людей, чтобы наши люди советовались с духовной властью, чтобы люди советовались и бодрствовали, как поступить в той или иной ситуации, не стесняться, не стесняться, вы знаете, казалось бы, такой вопрос, я, я, что, у меня нет рук и ног, что, у меня нет головы, что, мне не могут, как бы, братья и сестры помочь, они, как бы, понимают, что нужно позаботиться о пастре, где надо помочь, вот, что я не мог бы, как бы, сам это все решить, про свой ремонт, я говорю, я мог бы без совета Бориса Сауловича это сделать абсолютно, но я понимал, что это такой шаг, который очень повлиять может на мое служение и на моих людей, которых мне Бог доверил, ответственность, вы понимаете, и я не пренебрег этим советом, вот, это не то, что там какая-то ситуация вообще не духовная, конфликтная, спорная или что-то связано с учением, что я прошу помощи, это простая бытовая проблема, но, которая очень повлияла, могла бы повлиять на дальнейшую нашу жизнь, поэтому я еду, я звоню, я советуюсь, я советуюсь с другими людьми, и прежде, чем брать кредит, я все узнал, вы понимаете, потому что даже если мы с вами можем взять кредиты, люди берут кредиты, все, это просто может быть для нас такой долговой ямой, поэтому даже в отношении то, что сейчас вот в мире, сколько этих разных соблазнов и искушений, вот, вы видите, везде деньги, везде деньги, везде просто все эти рекламы, все эти счеты, вот, все оно такое красивое, все оно такое вожделенное, вы понимаете, поэтому очень аккуратно, и вот мы, да, пожалуйста. Интересный момент мы можем найти в Писании, можно это назвать возвращением Лоты к Аврааму, хотя это не Лот, но его прапрапраправночка Рутма-Витянка, причем очень интересно, что у Лота было две дочери, значит, и только именно Моавитское направление, скажем так, засветилось, вот, причем вот там вот было две, две невестки, Моавитянки, значит, и Ноэминь, она дважды предложила им, возвратитесь к своему народу, к своим богам, значит, после первого раза они подняли плач, подняли вопль, сказали, нет, мы не пойдем, после второго раза одна сказала, ладно, я вернусь, а вторая говорит, и не уговаривай меня, и твой народ будет моим народом, твой бог будет моим богом. Тут очень наглядно показано просто, какой выбор был у Лота изначально, которым он не воспользовался, но его прапрапраправночка сделала выводы из истории своих предков. Наверное, она знала, да, передавалась этой истории, смотрела фотографии. И она удостоилась даже войти в родословную Моше. В родословную Ишуа Мессия, да, спасибо, спасибо. Солод в Мессии. Вы понимаете? Вот, поэтому бывали ситуации, последнее свидетельство расскажу, когда, допустим, подходят к тебе брат и сестра, вот, и говорят, мы хотим пожениться. Молодцы, что подходите, советуйтесь. Ну, мы выслушаем одну сторону, другую сторону задаем 125 вопросов, естественно, нас интересующих, мы видим их ответ. Вот, на основании этих ответов мы им даем совет, да, делаем выводы, даем советы и показываем, как им нужно поступить. Мы не против, мы за, потому что Бог не против, чтобы мужчина и женщина были вместе. Вот, хорошо. Вот, ну, есть браки от Бога, есть не от Бога. Вы согласны? Да, от Бога. Есть правильное время, есть неправильное время. Да, согласны. Хорошо, давайте мы тогда вам дадим испытательный срок, вот, скажем, более-менее такой недолгий. Поставили им условия, как они должны друг к другу относиться, сколько времени они должны встречаться, общаться, где, в какое время суток, сколько по телефону, на ночь или утром. Вот, это все нужно учитывать, потому что вечером можно по телефону так с возлюбленной сестрой поговорить, что просто... Вы понимаете. Поэтому мы стараемся у нас это исключать. Мы называем таких брата и сестру брачующихся. Вот, если они подходят близко к помолвке, вот, или на пути к этому, не говоря уже о возможной купе, о возможном браке, а не брачующихся, выражение Бориса Сволича. Да, да, да. Вот, поэтому мы ставим определенные условия, вот, чтобы они вели себя правильно, где им нужно встречаться. Ну, вы понимаете. Вот. И вот одна у нас парочка, сладкая парочка, вот, да. Они решили ускорить этот процесс вопреки нашим советам. Значит, брат, он был из бывших зависимых, сам вообще еврей, и такой, как бы, молитвенник, и такой, в 125 раз падающийся и поднимающий, ему даже там пророчество такое было. Я уже, там, не рад, что ему так пророчествовали, так ему об этом сказали. Там один служитель приезжал и говорит, о, слушай, что я услышал, что я увидел. Ты будешь столько раз падать, столько раз тебя Бог будет поднимать. А когда это закончится, не было сказано. Ну, и, в общем, так оно и до сих пор и происходит. Я думаю, очень аккуратен с пророчествами, вот, или и то, что выходит из наших уст. И, в общем, я уже брал с собой многочисленные поездки, чтобы он был со мной рядом, вот, чтобы, ну, как бы, вытаскивать его из этого мира, где он, как бы, не может встать на ноги. Ну, все равно бывали периоды, когда он, в общем, недостаточно уверенно он стоял на ногах. А сестра, которая вдруг его полюбила, она у нас была хорошая служительница, очень хорошая. Она была в танцевальном служении, там, домашнем служении. Вот, достаточно была исполнительная, послушная девочка, сестра. И вот она полюбила этого брата и полюбила так, что, ну, просто она понимала, если не сейчас, то вообще никогда. Вот. И мы с ней говорили, вот, мы с ней неоднократно, неоднократно встречались и говорили, послушай, ну, нельзя спешить. Вот. Он никуда не денется. Вот. И должна ему показать, что он должен поменяться. Он должен избавиться от тех грехов, которые он есть. Вот. Ну, и так далее. Ну, и в результате она не слушалась. Там были слезы, были обиды на нас, что мы не разрешаем. Вот. А мы не разрешали уже, потому что он, как бы, не менялся. Вот. Мы ему предлагали последний раз. Он уже был на каких угодно центрах на Украине. Мы ему говорили, ну, едь уже в Питер. Давай мы тебя сейчас отправим в Питер, к Андрею Вдову. Вот. Уже туда, далеко от Бердищева. Если захочешь назад вернуться, по шпалам будешь идти. Вот. Ну, чтобы, как бы, вот. И он не соглашается. Я хочу здесь быть с этой сестрой. И она тоже самая. И все. И в результате. В результате, понятно, у них... А? Он упал, она для вас. Ну, вместе они, да. В результате блуд. Вот. В результате там сделали они свадьбу, поженились, расписались. Ой, конечно, мы в этом не участвовали. Вот. Мы их поставили на замечание, безусловно. Ну, это же после многочисленных уговоров, разъяснений и так далее. Вот. И она забеременела. Вот. Он продолжал так же жить. Вот. И в результате они приходят к нам в таком уже положении. Вот. Она просит уже помощи. И, безусловно, она уже ничего не помнит, не видит. Все настолько очерствело и огрубело в ней, что она, как бы, не слышит даже простых каких-то таких советов. Но мы решаемся все равно ей помогать. И ему говорим, хорошо. Мы тогда... Ну, они еще даже не каются по-настоящему. Потому что они даже забыли, что такое настоящее покаяние. Но они соглашаются принимать от нас помощь. Ну, и слава Богу. Вот. И мы ее отправляем на РИП-центр. Она не была наркоманкой. Она не была... Ну, не употребляла ни алкоголь, ничего. Но из-за того, что она находилась рядышком с этим братом... И мы ее беременна... Она беременна. Мы ее отправляем на центр. И его отправляем тоже на другой центр. На этом центре... В Донецке, слава Богу, там сестры помогли. И рождается у них девочка. Вот. Она приезжает потом с этой... Уже с дочкой к нему на этот РИП-центр в другой город. Вот. И как бы постепенно чуть-чуть у них что-то начало... Как муж и жена. Вот. Хотя же это их брак без благословения. Но мы решаем с тем пастором. Ну, давай будем помогать. Вот. Они буквально чуть-чуть там хорошо продержались. Потом у них снова начались свои разводы. Вот. И у него, и у нее. Все. И вот они приезжают в Бердичев. Вот. В таком вот состоянии. Вот. И встречаются с нами. Ну, мы понимаем, что нужно им дальше помогать. Сейчас я уже заканчиваю. Вот. И мы говорим, хорошо. Если вы действительно хотите искренне покаяться. Вот. И мы верим в Божье восстановление. Мы верим, что Бог может вас подвести к хупе. Мы верим в это. Чтобы вы заключили уже Божий завет. В сонме святых. В собрании. В общине Божьем. Чтобы Бог вас благословил. Чтобы люди вас благословили. Чтобы Бог вас сочетал. И они как бы этим загорелись. Что не все потеряно. Вот. И хорошо. Что нам делать? Мы им говорим, что мы вам тоже даем вот какой-то срок. Вот. Если вы хотите покаяться, вот, пожалуйста, придите на это служение. Они каются, просят прощения у тех людей, которых они осуждали. Ну, там до этого были такие разборки серьезные. Вот. Поэтому их неправильное поведение. Они каются. Ну, слава Богу, каются. Сами люди. То есть мы такое сделали закрытое служение. Сдают им вопросы. Как бы. А как можно проверить плоды вашего покаяния. Ну, и так далее. В общем, поставили им срок. Вот. Условия, чтобы он вышел на работу. И так далее, чтобы посещали служение. Этого хватило, ребята, на две недели. Вот. Он продолжал просто дальше не работать, не приходить на служение. И вот эта сестра с этой дочкой приходит к нам, плачет. Говорит, Вадим и Фаина. И тут уже она начинает реально уже прозревать. Прошли годы. Какая была глупая, что я вас не слушал. А это было в то время, вот когда у нас вот свадьбы, я вам рассказывал. Когда у нас вот это благословение молодоженов, тех семей, которые не были раньше с Богом. Когда струнбики приехали. Вот это все же такое движение. И нас с этой девочкой, дочкой приходит, плачет. Вот я понимаю, как я вас не слушал, как вы мне советовали не спешить, чтобы Сережа, он действительно восстановился, чтобы он встал на ноги. Он не может взять ответственность за себя. Не то, что уже взять ответственность за меня и за дочку, за нашу семью. Она уже это сама начинает говорить. Ответственность за себя она не может взять. А мы ей показывали. Смотри, он не может взять за себя ответственность. Она говорит, я понимаю. И плачет. Что мне делать? Я понимаю, что у меня уже осталась дочь, и у меня уже все равно не те отношения, чувства к нему, какие были раньше, потому что раньше она его так любила, что никого, ничего не слышала. Понятно, что это какая любовь. И я понимаю, что я уже, это не та любовь, потому что любовь, она как-то доказывается делами, проверяется делами. И мы видим, что она хочет реальную помощь от нас, и мы говорим, хорошо, люди, ты должна теперь показать, если ты хочешь, если ты веришь, чтобы Сережа возвратился, он должен тебя увидеть совершенно другой. Ты должна исполнять все наши условия, ты должна ходить на служение, ты должна молиться, ты должна не идти на его поводу, не угождать ему. То есть он должен увидеть тебе, что ты верующий человек. И тогда, возможно, если он увидит тебе эту богобоязненность, тогда, может быть, своим поведением ты спасешь своего мужа. Ну, это уже то, что по Писанию. Ну и слава Богу, она это приняла. И сейчас она ходит на все служения, он пока нет. Это дочка, представьте. Вот, и поэтому это то, что как важно, чтобы мы советовались, принимали советы и не спешили, и понимали, что есть духовная власть, которая не желает нам ни плохого, не желает, чтобы наша жизнь не состоялась, а наоборот, доброго, благословенного, правда? То есть мы все, как служители, как пастыря, мы желаем доброго друг другу. Поэтому пусть вас Бог благословит. Полюбил я вас.